Девочки, мальчики, всем огромный привет, привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Итак, сегодня я решила снять для вас видео о своем уходе для волос. Причем эта часть будет именно о моем ежедневном уходе за волосами. Я с этим уходом пережила успешно и осень и зиму. И, честно говоря, я в этом году пришла к весне с более приличным, с более хорошим, ну практически с идеальным состоянием волос. У меня волосы объемные, блестят, они не секутся, они не путаются, кончики не сухие. И я довольна состоянием своих волос. Я считаю, что в этом году именно уход сыграл решающую роль. Поэтому решила я с вами поделиться своим уходом. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Итак, прежде всего уход за волосами, это правильное мытье головы. Я в этом году использовала линейку от ЕСТУ. У меня была ЕСТУ Carrots и шампунь, и кондиционер. Что сказать, единственный минус данной линейки, это их упаковка. Она сделана, скажем так, очень в экономном варианте. Ну, такая простенькая упаковка. Плюс еще, когда здесь почти полная упаковка, очень тяжело надавливать и добывать. И шампунь и кондиционер. Кондиционер в особенности, потому что он очень-очень густой. Шампунь, он более такой, как сказать, более жидкий. Поэтому его, конечно, как выжать отсюда намного легче. В принципе, есть очень простое решение у данной проблемы. Это просто откручим вот так вот крышку и спокойно себе, сколько угодно, можем отсюда выдавить шампунь. Ну, точно так же кондиционер. Чем меня, в принципе, привлекает марка ЕСТУ? Это натуральные составы, приятный запах. И это уже не первая линейка от ЕСТУ для волос, которую я пользовалась ранее. До этого я брала линейку с томатом для объема. Я была тоже в диком восторге. Она менее уходовая, скажем так. Она, конечно, полегче немного, чем данная линейка. Но при этом действительно от нее есть объем на волосах. Волосы очень легкие, летящие. И вы не похожи на дуванчик, то есть волосы у вас не вот так вот, не стоит вот этот вот baby hair. При этом у вас плотные, густые волосы. Здесь история такая. У меня, значит, ЕСТУ каратс с морковью и предназначена для нормальных и сухих волос. В этой каротина из моркови здесь содержится масло сладкого миндаля. И объем и у шампуня, и у кондиционера 500 миллилитров. То есть огромный объем. И, в принципе, если вы купите в Литуале на акции ту и другую упаковочку, можно где-то около 300 рублей купить. И будет очень даже бюджетная покупка. Если говорить более подробно, то шампунь мне безумно понравился. Потому что он, с одной стороны, достаточно мягкий. При этом он хорошо промывает волосы. Он вымывает спокойно кокосовое масло за две помывки. Два раза он промывает любые грязные волосы и вымывает любое масло из головы. При этом волосы, они на ощупь не какие-то вот как солома. После некоторых шампуней есть такое ощущение, что волосы настолько чистые, что доскрипы. И они, на самом деле, похожи на ощупь больше на солому, чем на ваши волосы. Здесь такого эффекта нет. Волосы шелковистые, гладкие. В принципе, их даже можно прочесать после использования шампуня. Я никогда не использую один шампунь. Я использую также и бальзам-кондиционер. Данный бальзам, я бы не сказала, что он дико питательный. Он будет утяжелять волосы. Волосы будут там напитанные-напитанные висеть. Нет. Это такой вот очень легкий вариант кондиционера. При этом он хорошо питает волосы. То есть он не будет утяжелять волосы. При этом я чувствую на своих волосах его работу. То есть волосы у меня ухоженные, красивые, легко расчесываются. Мне очень нравится этот кондиционер. Именно вот с сочетанием своего очень хорошего качественного ухода и тем, что он не утяжеляет мои волосы. Мне очень-очень нравится этот кондиционер. Я думаю, что я доиспользую эти флакончики. То есть, грубо говоря, я их купила, наверное, в начале осени. В сентябре, наверное, я купила. И вот сейчас у нас уже март. Я практически... Ну, тут у меня еще осталось. В принципе, я могу, наверное, еще в течение месяца пользоваться. Следующий мой помощник такой ежедневный. Я уже, наверное, недавно показывала. Это масло от Glisskur. Я его храню в упаковочке. Я не знаю, почему я не выкинула упаковку, но мне так удобно. Вот. Значит, это масло 6 эффектов. Масло роскошь. Потрясающее масло. То есть, как Glisskur нам заявляют, что масло будет придавать мягкость, будет вступать как в термозащиту во время сушки феном, уменьшает сечение волос, также длительное сохранение укладки, послушные волосы, контроль над вьющимися локонами, роскошные ухоженные волосы и питание. Это потрясающе работает. Оно прекрасно сглаживает кончики, оно прекрасно их защищает от каких-то термических воздействий, от температур холодных и горячих. Также оно прекрасно придает мягкость волосам. Волосы очень приятные, они легко расчесываются, они очень гладкие, блестящие, красивые, здоровые волосы. Потрясающее масло. Если сравнивать его с моим предыдущим маслом от Natura Siberica, да, Natura Siberica может быть где-то натуральной, но та же самая Natura Siberica содержит силиконы, может быть в меньшем количестве, но она его содержит в своем составе. Здесь есть силиконы, да, естественно, любое масло для волос содержит силиконы, то есть любое масло, не смывайка, оно содержит силиконы. С этим надо смириться, это надо как-то пережить, девочки. При этом это масло работает на моих волосах намного лучше, мне оно больше нравится, и, кстати говоря, да. И самое главное, у этого масла очень сладкий, восточный, тягучий, ореховый аромат. У масла от Natura Siberica облепиховый запах, облепиху я не очень сильно люблю, поэтому это дополнительный бонус для меня, и почему я выбираю масло именно Glisskur. Что касается содержания, то здесь, естественно, на первых местах силиконы, но также содержится и 6 различных масел. То есть это не самое худшее по составу средство. Также по объему 75 мл, и учитывая его бюджетность, оно не очень дорого стоит. Я бы советовала вам, если вы ищите средства по уходу для волос, и вы не хотите тратить много денег. Следующий продукт открытия для меня в этом году, и я как-то даже пересмотрела свое отношение к марке, это спрей от Estelle. Спрей уход, защита и питание для всех типов волос. Самое лучшее, что имеет это средство, это антистатический эффект. Зимой антистатик просто необходим, потому что волосы у меня, в данном случае, волосы очень-очень сильно липнут к лицу. Я ненавижу, когда у меня волосы лезут к лицу, прилипают к лицу, поэтому мне просто необходима эта вещь. И в любом случае, избежать именно вот этого статического эффекта очень сложно, если у вас длинные волосы. Поэтому нужно какой-то уход для того, чтобы сглаживать этот эффект. Так вот, данное средство просто на ура справляется с статическим эффектом, и при этом оно реально помогает лучше расчесываться волосам. Они не путаются, они прекрасные, увлажненные, очень хорошо лежат. Мне безумно нравится это средство, и мне очень-очень нравится, что он моментально убирает этот эффект, противный вот этих сухих волос, сухих на ощупь волос, которые прилипают к лицу. То есть, потрясающее средство, но также не очень дорогое. На самом деле, это средство действительно стоит, наверное, даже больше, чем на самом деле его цена. Оно просто вот на 200% перевыполняет свою, скажем так, стоимость. Потрясающее средство, просто фантастическое, мне очень-очень нравится. И следующий продукт я вам показываю. Это совсем недавно у меня появилось, но пока что я действительно довольна этим средством. Более или менее, это спрей для придания прикорневого объема. Так как мы уже говорим о ежедневном уходе, я все-таки средства для укладки отношу каким-то образом, все-таки к уходу, потому что средства для укладки, в основном, они уже с термозащитой идут. И данное средство, оно с термозащитным действием. Мне нравится больше всего то, что все-таки это не львиная грива. Но из моих волос, видимо, не сделает львиную гриву, к сожалению. Но определенный эффект на своих волосах я вижу. Объем придает это средство. И также хотелось бы сказать, что у него нет вот этого вот отвратительного эффекта. У него нет лаковой основы, которая как-то вот цементирует ваши волосы. Они выглядят отвратительно. Запах спирта, когда вы укладываетесь. И волосы как бы, ну, представляете, что будет, если вы нальете лак для волос на корни. Так вот, есть средства для укладки, для прикорневого объема, которые имеют лак как основу. То есть, ну, вы представляете, как это все выглядит. Да, наверное, это хорошо для подиумов, для фотосессий, где вам нужно несколько часов, два-три часа пережить с этим всем на голове. Потом это все смыть и забыть, как страшный сон. Но для ежедневной носки нужно искать, я считаю, я для себя ищу, средства без лаковой основы. Пусть они не будут давать какого-то действительно феноменального объема. Ну, пусть у них не будет пятерки или шестерки, там, или десятки фиксаций. Но эти средства будут делать натуральный объем. Мне будет приятно трогать свои волосы. И у меня не будет пачкаться голова на следующий же день. Так вот, это средство выполняет все мои требования. У меня волосы чистые два дня. У меня волосы прекрасно лежат. У меня есть определенная фиксация волос. Они у меня не прилипшие к голове. У меня есть объем живой на волосах. Мне их приятно трогать. И мне это средство очень-очень нравится. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Кроме того, у меня очень суперская просто новость для вас. Я открыла свой паблик, поэтому я всех вас приглашаю туда, чтобы обсуждать какие-то темы, чтобы вы могли оставлять заявки на видео, чтобы вы могли оставлять вопросы для видео. То есть я хочу создать именно какую-то такую платформу для моего с вами общения и для, скажем так, обратной связи. На этом видео отпишитесь мне, пожалуйста, какие у вас самые-самые любимые продукты ухода за волосами, чтобы вы мне посоветовали. Что может быть из того, что я вам сегодня рассказала, вы пробовали. Обязательно пишите мне под видео. И все. До встречи в следующих видео. Желаю вам всего самого наилучшего. Всех целую. Всем пока-пока.